Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях Леонид Григорьевич Ивашов, полюбившийся вам гость, спикер, генерал-полковник в отставке, эксперт по геополитическим, военным, да и просто жизненным вопросам. Здравствуйте, Леонид Григорьевич! Добрый день, Павел, добрый день, наши уважаемые зрители! Наши с вами встречи набирают большое число просмотров, вызывают неподдельный интерес, и на самом деле многие высказывают свои вопросы, предположения, опасения, тревоги в комментариях. И одна из центральных тем, которым сейчас необходимо уделить внимание, вы как человек опытный, наверное, сможете об этом рассказать, как никто другой, это «А что будет дальше с теми бойцами, которые вернутся с фронта?» Многие высказывают «Это будут двигатели возрождения России, они сейчас вернутся, начнут инициировать перемены, проникать во властные структуры, становиться чиновниками, силовиками, и мы увидим возрождение России, когда, наконец-то, настоящие патриоты придут к власти». Другие говорят, подождите-ка, у нас были афганцы, у нас были ветераны чеченской войны, у нас была даже там компания 0808, у нас были сирийские полковники дерзкие, но перемен так и не наступало, и многие из этих людей, наоборот, находили себя, встраиваясь в мафиозные структуры, в ОПГ, потому что государство их вытесняло. Что вы думаете, Леонид Григорьевич, что ждет сейчас парней, которые проливают кровь за родину? Ну, тема действительно, это важнейшая тема, и она стоит, знаете, в повестке дня первой, вот, «Быть Россией или не быть», да. И есть богатейший опыт Великой Отечественной войны, есть опыт вот афганской нашей эпопеи, ну, чеченской и так далее, ты правильно об этом говоришь. И вот давайте с позиции вот этого исторического опыта посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. И я бы, знаете, вот порассуждал, а какими ребята возвращаются с войны? Вы знаете, вот была выдающаяся поэтесса Юлия Друнина. И она прямо после школы ушла на фронт медицинской с сестрой, и вот ее судьба интересна. Вот одно из первых ее стихотворений, с фронта она писала, «Я ушла из школы в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мат и перемат». Да, вот куда попадают ребята и сегодня. Сегодня ситуация даже сложнее, чем была в 1941 году. Вот куда попадают ребята. Вот они, вчерашние школьники, в большинстве своем там по призыву, затем заключают контракт, и, значит, попадают вот в эту среду. Мне приходится вот сейчас наблюдать, но есть такая возможность. Ребята, которые, вот получив ранения, контузии, ну, в зависимости от тяжести, кто-то лечится в госпитале, ну, а многие, я не скажу, большинство, не большинство, просто не владеют цифрами. Их направляют в военные санатории. Вот. И вот наблюдать приходится там. Ну, очевидцы рассказывают. Приезжают ребята, 19-летние, 20-летние, вот которых только призвали. Но рядом с ними там 57 лет, вот ближе еще к 60 годам. Вот. Приезжают рядом же, это вот наблюдают люди. Приезжают те, кто отсидел за даже тяжкие преступления. Вот. И все это, значит, нельзя назвать коллективом. Вот. Молодые ребята, значит, попадают, ну, с каким-то ветераном, так назовем, то ли отсидевшим, то ли, значит, даже в одной палате. Вот. Они выходят и где-то в уголочке спят, потому что там спать невозможно. Это вот раз. Имеется в виду крики сквозь сон? Там все, там пострашнее криков. Потому что вот ребята, ну, так мы их обобщенно назовем, там, я говорю, 57 лет, это уже не ребята. Вот. И они вырываются вот из этой ситуации, где блиндажи сырые, где мат и перемат. Вот. И многие ударяются, ну, вот, в подавление вот этой своей психики. Да. А это водка, это наркотики, и вот там, значит, медсестра с администратором, женщины, как правило, они возятся с ними. То они приходят ночевать, значит, там прозванивают, там все, то, значит, где-то не может подняться, по крыльцу валятся, то где-то прямо там в холле с санатория. Упал, плюхнулся и спит. Вот. То есть вот такая ситуация сложная. И вот я делаю такой вывод, что даже если вернутся ребята без единой царапины, повезет кому-то вот так, то большинство, если не все, они приходят с психическими ранениями. Потому что, представьте, каждый день видеть кровь, каждый день там ходить в атаке или быть под обстрелами. Леонид Григорьевич, как только мы употребляем словосочетание психиатрия, психотерапия, психология, мы сталкиваемся с довольно таким стереотипом в обществе распространенным, что какая психология, какой психолог, надо просто быть мужиком, надо просто взять себя в руки и перестать бояться, перестать переживать. И, то есть у нас к психологии такое отношение дилетантское зачастую преобладает. Хорошая новость в том, что вы присылаете мне позитивные отзывы на методику Кордус-Сакрус, разработка российских специалистов в области избавления от болей в спине. Простые по устройству аппараты, которые глубоко своими анатомическими вершинами погружаются в мягкие ткани спины, таким образом обеспечивают проработку, разжим спазмов, приток крови и улучшение вашего самочувствия, лечение болей в спине и избавление от многих других симптомов, которые еще эффективнее при совместном применении этих компонентов Кордус и Сакрус. Друзья, это фантастика. Слава Богу, что есть методы, которые позволяют заменить собой драгостоящие сеансы массажа и не требуют каких-то специфических навыков. Если врач не противопоказал вам мануальную терапию, потому что у вас там, не дай бог, какие-то серьезные нарушения спинного мозга или позвонков, если вы просто много трудитесь и вашей спине необходима разгрузка, методика Кордус-Сакрус это то, на что вы можете положиться. Если за месяц методика не поможет, производитель аппаратов обязуется вернуть вам деньги. Впрочем, за 10 лет возврат составил менее 2% из 150 тысяч проданных аппаратов. Узнать подробнее о методике и получить скидку 10% можно по ссылке в описании на официальном сайте производителя. Не забывайте ввести промокод. Вот вы можете нашим зрителям разъяснить, почему в той ситуации, где люди были, никакое мужество не сработает. Ну, я опять же вернусь к Юрии Друниной и вот задуматься нужно. А мы знаем из опыта даже, ну, кто постарше знает своих отцов, дедов, наверное, вернувшихся. И я вот маленький там пацан еще был, помню, я наблюдал, наблюдал за ветеранами там, и ранеными, без ногтами, все, собираются они, и ну, никогда я не слышал, что они говорили о том, как они там землянка, как они вот о своем этом быте, конкретно, значит, о каких-то там событиях не рассказывали ветераны. а вот поговорить, особенно, когда там выпьют немного там, значит, помянут молча, помянут значит, те, кто не вернулся, вот, и уходили вот от рассказа вот этой бытовой. Они не хотели, я уже потом понимал, возвращаться в ту страшную ситуацию войной. И вот задумаемся над словами той же Юлии Друниной. Да, Юлии Друниной. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». И вот представьте, ребята возвращаются сейчас, вот в какую ситуацию. Вот эта память, они, кстати, вот находясь на излечении, там, на реабилитации так называемой, те, ни врачей, никого рядом с ними нет, приезжают без командира, приезжают без чего-то, категорически отказываются включать телевизор, не включают его. И вот не рассказывают, даже когда их спрашивают, ну как там, страшно, нет, они не пытаются. То есть они несут вот это в себе и сотни раз во сне. А теперь в какую они попадают среду и что происходит? Я, опять же, вернусь к историческому опыту. Ну, не гордели его, но где-то вот сравнивая там нынешнюю ситуацию с афганской, ну, кто-то говорит, что вот там 10 лет воевали в Афганистане и погибло всего лишь там около 14 тысяч человек. Ну, несравнимо с тем, что происходит сегодня. Но, но об этом не пишут, но это было серьезной проблемой для руководства Минобороны вот уже в ходе афганской кампании. И даже было заседание комиссии Политбюро вот по этому вопросу. Вот я говорю, там погибли 14 тысяч человек. Но, но, но где-то вот когда возвращаются отслужили и вот среди тех, кто вернулся там или по ранению или вот закончил, тогда четко было отслужил там значит и возвращается на территорию СССР в мирную среду. Но вот я помню эту цифру 84 тысячи погибли в ходе афганской войны уже вернувшись с войны с этой операцией. 84 это вот у меня запала тема, когда готовили министр Ворон и Дмитрий Федорович Устинов этот вопрос поднимал на Политбюро. Погибли от чего? Да, подхватывали какие-то там болезни. Но многие вот вернувшись они или вот так тоже самое спивались там где-то наркотики накладывали на себя руки и просто уходили из этой жизни. Они вот вошли с этой войной отстроиться не могли от памяти вот этой от погибших памяти о погибших друзьях о том, что они пережили в этих горах и степях Афганистана. И это стало предметом вот именно обсуждения на высших эшелонах власти. Ну вот фактически есть же знаменитая еще со времен Гиппократа фраза на героях, на победителях раны заживают быстрее. То есть Афганистан он же был отмечен перестройка да, это депрессивное время для всей страны, это тяжелейший политический экономический социальный кризис, такой безвремени хаос. И сейчас многое фактически зависит от того в какую страну, в какую атмосферу вернутся эти самые ребята фронтовики. То есть одно дело если они возвращаются, а тут их ждет счастливая страна, которая начинает развиваться, появляются рабочие места высокооплачиваемые, есть перспектива карьерного роста, на них смотрят как на героев, как на победителей, а другое дело, если они вроде как никому и не нужны, работайте ребята снова за 20-30 тысяч рублей, это ваш потолок. ну вот именно вот это может сломать вот эту нарушенную же психику и тогда я говорю вот на государственном уровне на политическом уровне принималось решение что вплоть до того, что их без экзаменов принимать высшие учебные заведения, военные учебные заведения, но они попадали в среду еще где был комсомол где были там значит эти профсоюзные организации различные общества и общество воинов афганцев они существуют по сей день вот и возвращались в более-менее нормальную страну да вот эта перестройка там и прочее все это начиналось чуть позже но 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 когда им стало говорить я помню как военкоматы а тогда военкоматы были офицерами укомплектованы в основном как военкоматы значит вот обязывались проявлять заботу о каждом воине афганцы вот и ну была вот такая благоприятная среда и все общество вот развернулось как бы ну я не скажу что четкие программы вот в сторону заботы об этих ребятах и по трудоустройству и вот по образованию и конечно там и воспитали для воинов-афганцев концерты тот же вот я помню даже кобзон пел ну многие выдающиеся вот на встречах пели и так далее то есть поднимали но когда стали говорить в бюрократических структурах это уже при Горбачеве а что вы требуете льготы и так далее мы вас туда не посылали а теперь посмотрим как сейчас вот уже наверное отвечают но будут отвечать там хоть какой-то был социализм какой-то какой-то принцип социальной справедливости а сейчас будут говорить и пожалуй уже говорят а что вы от нас хотите мы вас туда не посылали вы сами добровольно поехали вам мы заплатили вот и вот люди оттуда возвращаются с любой войны с ожесточенными сердцами потому что приходится убивать но тогда там убивали великую отечественную там фашисты и так далее все это когда поднималось что я уничтожил врага а вот с Афганистана мои одноклассники даже там по академии по училищу военному вот возвращались и вот до сих пор некоторые живы вот и встречаемся и как только помянули и значит ко мне а ты скажи нахрена мы туда ходили так вот мы там вошли положили ребят вот и вот видят а потом бросили и ушли вот это давит понимаете это вот давит на ребят здесь тот же вопрос возникнет да вот я прошу прощения только сегодня страшное видео расходится по интернету женщина рассказывает что в поликлинике ей задают вопрос почему у ребенка какие-то там проблемы с поведением мать объясняет отец мальчика погиб на спецоперации мальчик переживает плохо спит проблемы с поведением начались а врач ей отвечает что ж ты хотела милочка он был законной целью для вооруженных сил украины и на самом деле у нас есть вот эта прослойка в обществе которая мягко говоря скептически относится критикует спецоперацию прям по самым жестким вариантам считает любую помощь фронтовикам там даже гуманитарку там бронежилеты это все недопустимо что победить должна Украина такие люди у нас есть и это не только какая-то богема элитка и блогеры это не знаю сотни тысяч возможно миллионы человек и это истории многие это истории поджогов релейных шкафов которым школьников привлекали к этим диверсиям это истории проткнутых неизвестно кем шины поцарапанных автомобилей где был значок Z или георгиевская лента мы же все это видим то есть в обществе эти вопросы фронтовикам будут задавать зачем вы ходили то есть это будет зависеть от того чем кончится спецоперация на какой точке это все разрешится но тем не менее все придут с каким-то ожесточением понимаете есть тоже много много вот таких фактов и в Советском Союзе и значит уже в России во всех странах когда человек легко нажимает на спусковой крючок автомата он привыкает вот убивать людей вот это самое страшное и представьте вот ребята с травмированной психикой возвращаются и что у них сидит в его сознании вот у каждого ну первое вот правильно или именно правильно я вот стрелял убивал противника это не фашисты раз вот сидит какая-то знаете чувство вины во вторых чувство ожесточения чувство мести вот отомстить за то что он там получил ранение за то что там он в этих труднейших условиях в окопах вот ночевал чувство мести вот и вот это все возвращается в семью это все возвращается в страну вот и тем более если сейчас вот они столкнутся с какими-то трудностями а это будет с этой бюрократической вот ситуации в стране когда а вам за это заплатили вот вы знаете еще это будет ожесточаться и проявляться вот и в семьях и значит в целом в обществе тем более нужно понимать что сейчас вот Александр Пантюков он же вот говорит судмедэкспорт и что это единичные не могут вот эти эксперты вот эти совсем немногочисленные врачи психологи вот такую массу объять объять вот чтобы вывести привести к нормальному состоянию вот чтобы человек вот чувствовал себя и уважаем и защищен и это государство не сделает тем более когда медицина и все эти вот там психологические разгрузки и все что должно присутствовать все это всего лишь сфера услуг образование если пойти куда-то учиться сфера услуг вот но ребята вернутся разные я вот расскажу из своего опыта которому прикасался вот многие ну как бы знаете расслабляются наверное совсем правильно они уже не реагируют там на законодательные ограничения на то что порядок а пошли вы все нафиг вот я рассказываю мы обменивали военнопленных которые попали вот к афганским маджахедам в плен через швейцарию и вот ну не я мои подчиненные там и юристы вот Александр Владимирович Рудской вице-президент тогда возглавлял эту а вот специалисты ездили и значит обменили через Швейцарию через Швейцарию да и вот я значит получал эту информацию туда мои коллеги ездили значит двое наших ребят сержант и рядовой значит попали в плен и их а таких много было и их отвезли ну отправили туда в Швейцарию там выделили какие-то какой-то бокс со двориком там в Швейцарии тюрьмы ну немножко лучше чем у нас там и питание и все и так далее вот их помещают покормили все значит во второй половине дня утром повар приходит да все там закрыли продукты наши ребята все открыли все ночью готовили себе там пищу и мясо все там деликатесы которые были они все съели повар попадает в такое вот состояние значит что нечем их кормить они требуют завтрак но это вот только было начало затем значит ночью это же ребята вот опыта набрались как там прятаться как действовать в этих условиях они значит скрывают кабинет начальника тюрьмы там майор был да швейцарских вооруженных северных значит или там внутренней службы наверное вот они значит его кабинет переодеваются в его там одежды какие были еще где-то нашли и несмотря на внешнюю охрану ребята уходят в эту ну за пределы тюрьмы ну а дальше как в фильме за спичками где Леона Веневинный там играет да находят там где-то рядом машина вот и значит вскрывают ее то ли сигнализации не было небольшая машина и начинают кататься там по окрестностям Женевы вот в результате хозяев приехали поставили на место хозяину приходит 16 тяжелых нарушений значит это правило движения там штрафы он ничего не знает начальник этой тюрьмы вот майора которым я говорю значит вдруг смотрит ему за междугородние там эти переговоры телефонные значит приходят и они поставили вот на уши ребята своими там масса вот таких вот то что считается нарушениями вот то есть никаких ограничений они уже не признают они прошли войну и швейцарцы были счастливы когда этих ребят вот обменяли майор этот говорят вот мои там коллеги что плакал даже от радости что ли что они уходят то есть и вот этот фактор наверное будет присутствовать ну а теперь что делать вот ну мы вот подчеркнули что нет не психологов что медицина платная что брать на работу вот как ты говоришь там на 20 тысяч будет проблемно у нас капитализм сегодня это я про советский период рассказывал где порядок какой-то был вот и вот стоит задача что ну сколько ребят вот пройдет сейчас мы не знаем еще сколько там сотен тысяч миллионов пройдет вот через эту спецоперацию и они вливаются в семьи они вливаются в коллективы вот вливается безусловно криминал будет работать как вот ты правильно сказал многие афганцы приходят он прекрасный снайпер он там еще какой-то военной специализации специальностью обладает военной но те же саперы а здесь для них вот по их военной специализации значит работы нет они будут видимо искать эту работу потому что выживать нужно я знаю вот по нашим бригадам специального назначения вот и кстати основу вагнера составляли вот эти ребята из спецназа которым работы не нашлось вот в те злые девяностые года не нашлось работы и они тогда уже чтобы просто прокормиться самим а тем более прокормить семьи они значит шли вот там где по их как бы специальности те же вот эти незаконные чувака вот шли в криминал о чем свидетельствуют и художественные фильмы и документальные фильмы и так далее то есть они идут заработать на жизнь они идут за выживание и вот теперь нужно понять сущность нашей страны я говорю это капитализм это частная собственность во всем и все что ты хочешь там получить это сфера услуг плати мы тебе значит что-то какую-то там поддержку юридическую правовую медицинскую и прочую психологическую мы тебе окажем вот эти деньги которые они заработали даже если они заработают они 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 ну быстро растратят это не такие уж огромные деньги ну по крайней мере не деньги депутатов Госдумы даже Госгордумы там это не те деньги вот и вот тогда мы получим если не примем сами меры получим ну вот такую дестабилизирующую страну сил и плюс раскол в обществе произойдет он и сейчас наблюдается уже да раскол вот в обществе произойдет а дальше ну не будем гадать ну будем думать а что же делать в этом случае и вы знаете вот возможности есть для этого только нужно вот экранов наших нести для родителей для родственников и первое не расспрашивайте его о том что было как было детали не не расспрашивайте что там было что нужно а скорее всего там что-то было и доброе и хорошее и даже войсковая дружба он сам расскажет а вот не возбуждать вот эти воспоминания что не снилось сотни раз во сне вот эти эпизоды это вот наверное первое что мы должны доносить до родителей там до друзей там и так далее первое не возбуждать воспоминания об этой войне дальше вот создавать конечно нужно уют заботу вот понимая не говоря об этом никому что вот парень вернулся с травмированной психикой там любой самый нормальный человек вот в виде вот эти кровь тела там товарищи ушедших вот из этой жизни вот и вот просто нужно их как бы от этого оградить и создать условия уважения с уважением относиться к этому ну можно там на муниципальном даже где-то уровне вот запретить это и на федеральном конечно нужно запретить вот ну как бы вот такие разговоры мы тебя не посылали потому что многие будут обвинять обзывать убийцами и так далее вот здесь по государственным муниципальным тем самым тоже должно быть какая-то методичка я уж не говорю там закон указ а просто методология работы с ними особая должна быть ну и конечно конечно вот очень здорово в этом плане помогает приятная музыка не драматические эти фильмы приятная музыка вот значит второе что есть сегодня ну вот такая категория звуков как мантры индийские тибетские мантры вот матрицы Петра Петровича Горяева это действительно действительно вот то что помогает но этим владеть нужно чтобы пропускать эту энергию мантры например матрицы молитвы кстати и вот здесь русская православная церковь должна развернуться вот к этой категории людей большинство из них это наш генофонд это лучшие люди самые честные кто идет туда самые там мужественные вот вот это все развернуть чтобы психику возвращать к нормальному состоянию ну и дальше много можно мероприятий вот еще предлагать но вот всему нашему обществу семьям особенно нужно вот выявить увлечение что у него вот с детских лет там проявлялось у кого-то поэзия кстати очень здорово хорошие стихи вот сегодня работают такие душевные стихи вот и если чем-то увлекался человек вот надо подводить его чтобы он это развивал там у кого-то там может быть рисовать любви у кого-то значит ну другие какие-то вот увлечения есть таланты то что в нем в его сущности детских лет заложено чтобы человек увлекся и приносил пользу и обществу и сам развивался то есть вот этот комплекс мероприятий вот да должны врачи психологи подсказать должны социальные психологи тоже вот исследовать эту тему и предлагать предлагать программу программу вот именно возвращение вот этих ребят прошедших эти мясорубки военные возвратить значит к нормальному психологическому психофизическому даже состоянию состоянию это травма очень серьезная для всего нашего российского общества вот так что думать нужно над этим спасибо за погружение в этот серьезный вопрос Леонид Григорьевич а может быть вместо стихов и музыки пойти в политику заняться помощью людям вот как вы оцениваете политические общественные перспективы ветеранских движений потому что уже сейчас Единая Россия другие организации заявляют что мы будем максимально вовлекать в нашу работу ветеранов без них никуда это наши лучшие патриоты но чем обернуться эти все слова как это должно быть устроено по уму ну как по уму вот для воспитания очень много сделали в советское время ветеранские организации вот именно участников Великой Отечественной войне и с одной стороны вот они несли воспитательный заряд в каждой школе всегда выступали ветераны да собственно в каждом коллективе вот ну там доска всегда была участники Великой Отечественной войны вот в университетах в этих вот поддерживали их вот самих ветеранов вот и я и ты наверное тому свидетель вот ветераны Великой Отечественной войны это уже совершенно как бы другой человек и они рассказывают там о войне об эти тоже в основном не говорили о том вот о таких бытовом там устройстве ну что такое значит вот я тоже вот общался когда а представьте вот перекопать страну значит от Бреста и до Волги ведь обучают и солдата и офицера вот курсантов нас учили первое как только ты залег значит окопаться вот это у тебя тут на бедре это лопатка пехотная вот окопаться окоп значит ну положение лежа с колена стоя то есть полный окопались опять отошли значит ну и потом когда возвращались сюда и шли дальше к Берлину тоже мы перекопали пол Европы вот 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 эти трудности нужно понимать и вот ветераны об этой трудности как правило не рассказывали но они несли вот этот победный дух победный заряд и очень много сделали для того чтобы значит вот воспитать подрастающее поколение да в нормальном таком победоносном даже духе вот что-то извлечь из этого можно но для этого нужны вот эти я говорю везде были ветеранские организации они объединялись там союз ветеранов потом ветераны одного фронта второго вот встречались у большого театра ежегодно на день победы вот это движение сейчас наверное такого создать сложно но по крайней мере вот каким-то образом объединить ребят участников СВО в такие ветеранские организации вот нужно нужно но опять же чтобы государство выделило какое-то финансирование и отдать не бюрократам которые там чиновникам которые разворуют а вот отдать им вот и опыт тех же воинов афганцев здесь тоже нужно использовать они сами организуют выбирают себе там руководителей вот и руководители как правило должны быть лич быть личностью яркой и уважаемой вот чтобы они жили несколько автономно вот и чтобы вот эта обида не воскресала что нас опять кинули нас там не доплатили не это самое там оскорбили где-то вот чтобы этого нет но очень мощная и сильная будет поддержка всем им и обществу если у страны появится мощная идея и появится историческая личность которая эту идею будет осуществлять и реализовывать вот это очень важно потому что мы сегодня ну не знаем куда мы идем вот бредем то налево то направо в своей истории и есть ли у нас вот эта историческая личность как в свое время там и Иван III и Иван IV Петр I Сталин Ленин Сталин вот эти исторические личности они консолидируют своими деяниями конкретными вот они вокруг себя консолидируют народ вот сегодня сегодня у нас нет ни идеи вот такой исторической важной которая бы вот вела Россию шаг за шагом к добру к миру и конечно к развитию всех наших сфер деятельности нет и нет сегодня личности но пытаются вот из Путина сделать историческую личность но его пытаются изо всех сил пытаются пытаются да но результаты должны быть вот вот как при Сталине вот они первая пятилетка столько-то заводов столько-то дорог столько-то машино-тракторных станций вот они конкретные и люди вот я времена не особенно помню в Талинске но тем не менее продолжалось это вот на этом там построили птицефабрику в каком-то там совхозе так далее вот следующая птицефабрика будет у нас дальше значит дороги заасфальтировали вот в это село то есть каждый год по крайней мере были видимые результаты и люди ждут ждут вот я помню как там в село наше вот в соседнее там пустили уже автобусы ну сначала там грузовые такси вот эти ездили да в город там за 30 километров ездить вот в следующем году нам проведут проводят там может чуть задержали и так далее вот но ходят но должна быть видна работа да 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 но люди видят что вот я села то там на телегах как-то добираются в город нужно же ездить там селя а здесь ну что там женщины плакали вот он автобус она первый раз может быть этот автобус там видит пожилая женщина садится уютно красиво и так далее квартиры посмотрите как молодые семьи особенно вот сегодня проблема с рождаемостью да а тогда четко значит вы поженились в любом там трудовом коллективе становится на очередь на квартиру и если у вас двое однокомнатная квартира если рождается ребеночек значит уже двухкомнатная ну там двое уже претензия на четырехкомнатную и так далее и что еще было хорошо для ветеранов вернувшись с Великой Отечественной войны это кооперативы кооперативное широкое движение вот и вот идут работают кооперация расширялась вот это определенная форма собственности была там личная собственность вот кооперативная и государственная вот тоже вот сейчас об этом подумать нужно подумать вот и ребята помогли это тоже вот втянуться организовывать и так далее вот так что вот это правильно и нужно и понимать нам вот ну я признаюсь вчера буквально смотрел там заседание Госдумы где решался вопрос о деофшоризации там Михаил Иначе Телягин вот значит там проект представляла праведливая Россия и как отнеслись вот это нужно иметь ввиду что власть это уже власть не трудящихся там и даже не интеллигенцию сегодня власть это ну будем говорить власть господствующего имущественного класса кстати фронтовики зачастую эти вопросы тоже задают потому что то что мы здесь воспринимаем как какие-то странности ну что-то вроде вот этой знаменитой голой вечеринки то для них вопрос очень конкретный почему мы здесь а не там да 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 этот вопрос встанет и я говорю вот чувство вот этой чтобы не воспылало чувство мести а когда человека вот в таком психическом состоянии вот доведут до того что он вот воспылает чувство мести мстить тем кто отсиживался здесь мстить тем кто законы вот такие дикие принимал и так далее и вот я уже говорил у тебя на передаче что право ленинский термин нужно понимать право это воля господствующего класса возведенная в закон вот слушая делягина у меня все время эта цитата в голове хранилась так что вот сейчас нужно понять да третья статья о конституции что носителем суверенитета единственным источником власти является в российской федерации является ее многонациональный народ да это прописали и прикрывается как щитом власть вроде у народа на самом деле власти нет и это господ есть господствующий класс он расширяется он увеличивает свои потенциальные финансовые возможности эти финансовые возможности проявляются на властные полномочия во властных полномочиях и так далее и поэтому вот думать что нам тут там по настрою для инвалидов значит вот этой спецоперации какие-то там лечебные центры нет у этого господствующего ныне класса одна цель точнее две цели увеличение удвоение утроение своих вот этих миллиардов и второе цель это власть 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 любой олигарх он не только там накопил яхты там покупает он обязательно идет и подчиняет и муниципальные органы так называемые власти и федеральные подчиняет своей воле а волю мы видим грабить грабить безудержно грабить да есть и фильм есть и действительно примеры что воины вот афганцы объединялись в какие-то мстительно такие знаете силовые структуры и пытались бороться с этим сегодня мы видим что очень много силовых факторов присутствует ну не было там Росгвардии не было каких-то в советское время там ОМОНов таких не было там у компании или у директора завода например крупного не было там личной охраны и охраны значит вот предприятия своего то есть силовых факторов которые по команде мисс Кремля или еще откуда-то или от олигархов они будут вот такие течения если они будут возникать подавлять посмотрите с каждым днем усиливается вот эти репрессивные законы сегодня ну вот последний значит те кто критикуют сейчас вот армию будут не только там значит по решению судов направляться в исправительные там колонии и куда-то но будут лишаться и собственности своей включая недвижимость ну не было я не знаю где еще есть в каких государствах подобного рода закон покритиковал министра обороны и у тебя отнимут все еще и посадят вот то есть вот эта власть собственников крупных сегодня она будет усиливать режим репрессий вот и прежде всего вот против этих ребят которые умеют держать в руках оружие это будет усиливаться вот это тоже нужно учитывать потому что если мы общество вот не организуемся даже вот в сфере там заботы о ребятах прошедших через значит вот эту сву ну мы потеряем страну потеряем страну и будем там делить это серьезное вот это мой анализ такой научный анализ что делать чтобы мы страну не потеряли вот как расшить это противоречие вы знаете народ должен организовываться вот есть ну сегодня говорят идеология запрещена это вранье что она у нас не присутствует идеология либерализма современного либерализма я бы даже сказал либерал фашизма вот либерал фашизм и у меня есть там статья в русском вестнике несколько лет назад я анализ проводил что точнее либерал фашизм или гитлеровский национал фашизм это сравнимо вполне и то что мы видим методология другая но в принципе этот либерал фашизм по всему миру шествует и он к сожалению побеждает сегодня уничтожается города уничтожается грани ну вот этот доводский форум только что закончился посмотрите и опять придумали целью сокращения численности населения мира вот уже новый как его там назовут и так да болезник да да вы понимаете все это построено на лжи ну вот чтобы что-то что-то доброе в наш ролик сказать вот верховный суд США по иску ну внука там Кеннеди самую младшую сегодня Кеннеди значит определил что вот вакурация проводилась именно с целью нанесения вреда человеческой сущности суд и апеллировать больше не к чему он принял форму закона что вот эта вакурация была проведена незаконно там я точной формулировки не могу вот посмотреть может незаконно проводилась она не теми средствами и нанесла ущерб каждому телу который был у нас никакой реакции вы знаете на самом деле тревожная новость я не думал что у нас дойдет до этого сегодня разговор ну вот мне вчера сообщили японская делегация тайно без новостей и всего остального приехала в наш Минздрав и что-то там они обсуждали и подписывали ну вот человек просто который работает там он вот сообщает в наш Минздрав приехала японская делегация что что они там обсуждали мы знаем что Япония это не страна НАТО конечно но это страна западного мира страна западного блока культурно географически она страна азиатская но она полностью под американцами после второй мировой войны Карл Хоусхофер говорил этот геополитик немецкий генерал он там послом военным атташе был и он говорит это морская держава еще до войны он конечно говорил морская держава с континентальным типом мышления я вот да ну это все от нас скрывается вот да есть третья статья конституции о чем в Давосе говорят о чем наш министр здравоохранения месяцами там просиживает в штабе всемирной организации здравоохранения вот приезжает да там были трудные вопросы ну раз мы коснулись а это не выходит за рамки нашей темы потому что посмотрите первыми кого повели построили и строим вакцинироваться повели наших ребят наших солдат офицеров в строй и все не спрашивай Путин заявляет все это добровольное добровольное построили повели вот сейчас буквально вчера у меня тут разговор был не не на экране а просто вот с этими подъехали вот сейчас этих сверчков тараканов все значит в хлеб будут дополнять добавлять там и прочее прочее и вот неужели вот нам привезут в магазин я говорю нет обязательно испытают сначала на армии вот ребятам это еще чтобы ударить по психике и представьте вот ну на той же СВО например ребята возвращаются а потом где-то прочитают или кто-то расскажет что мы жрали этих сверчков всяких там вот хлеб подсовывали какой будет у них вот какая будет реакция у этих ребят вот понимаете и вот такие факты они взорвут страну для чего этого делается то говорим у нас рекордные урожаи там зерна там хвастаемся ни у кого столько не выращивают в мире как у нас вот то показывают значит вот в роликах наши зрители присылают где там тысячи тонн картофеля засыпают на зиму там чтоб она сгнила еще там разные факторы вроде вот избытки всего ну и сейчас Хакасия Бурятия Ростовская область там Ставрополье точно не назову в каких еще регионах приходят эти новости массовые вспышки заболеваний крупного и некрупного рогатого скота умершвляют ну кушать нечего кушаем тараканов и сверчков Леонид Григорьевич тема большая я вас прошу подвести какой-то итог и продолжим в следующий раз я бы вот предложил прежде всего нашей журналистской творческой элите нашей еще раз что продвигать сегодня вот идею говорят вот идеология запрещена но поскольку по третьей статье народ все может и сам определяет вот вырабатывать приглашать вот авторов приглашать вот ваших гостей с тем чтобы мы сами выработали вот эту идею кем Россия должна войти в этот мир вот кем она должна свою роль в системе государств народов и цивилизации она должна вот заявить свое место мы будем вести себя так вот будем поддерживать это и так далее и мы хотели бы вот такой мир да вот сами должны определить для себя цель развития цель развития куда мы движемся для чего каково должно быть наше общество это все в соответствии с третьей статьей конституции раз мы власть мы должны цель поставить вот это вот первое сформировать свою национальную идеологию она есть она в истории просматривается обобщить ее представить ну я уже вот говорил что в мире мы Россия интеллектуально подчеркиваю интеллектуально нравственная держава мировая держава справедливости чести и красоты мы должны вот нести вот это справедливость везде начиная с подъезда везде чтобы была справедливость дальше значит выше выше идти и так далее справедливость восстанавливать честь это очень важно сейчас поднять вот честь и продвигать вот в общество тех кто вернется из СВО сегодня да вот и безусловно красота они вот эти коношенковские там каждый день с восторгом что мы убили 681 как будто кто-то хитал там Укра или как-то еще обзывает с той стороны там Жданови прочие тоже с восторгом а мы сегодня прикончили там убили там 800 расистов вот вроде победа нашего то есть вот это первое сформировать нам симпотия и объединяться не обязательно вот группам ну вот твой канал он объединяет большое количество зрителей наших а если они идут тебя ну может быть там пару человек чтобы посмотреть тебя там раскритиковать и так далее но идут наши сторонники однозначно ищем единомышленников объединяемся в партии профсоюзы ветеранские советы советы родителей советы жена матерей дом управления потребительские кооперативы все что угодно Леонид Григорьевич спасибо вам за оставление за позитивное завершение беседы и второе вот ощутить себя нужно вот властью что мы хозяева подъезда мы хозяева региона здесь идем к администрации вот тыкая в конституцию вот первое самим определить какую страну мы хотим не терпите беспределы бардак 100% и дальше вот идти наводить порядок спасибо удачи друзья подписывайтесь на Леонида Ивашова в телеграме ставьте лайки пишите комментарии Леонид Григорьевич до новых встреч спасибо до новых встреч всего доброго до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok